Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Леся Клаунесса, ведущая детских праздников. И сегодня я вам прочту новую сказку, которая называется Просиное зерно и буйвол. Тихо повеял теплый ветер. Заколыхалась нива, на которой дозревала проса. Из тяжелого набухшего колоса выскользнуло маленькое желтое зернышко. Оно ударилось о землю, скатилось на тропинку, поохало и сказала, обращаясь к земле, Я тебя ударила? Прости меня, пожалуйста, это ветер виноват. Он подул, и я раз и свалилась. Ничего страшного, ответила земля. Зерно полежало, подумало и глубоко вздохнуло. Что ты вздыхаешь? спросила земля. Жаль, что у меня нет крыльев. А зачем тебе крылья? А я бы поднялась кверху и улетела. Я не хочу так сильно давить на тебя. Земля прыснула со смех. Почему ты смеешься? Обиженно спросила маленькое зернышко. Еще бы мне не смеяться. Какая же от тебя тяжесть? Видишь, идет буйвол, а мне хоть бы что, ничуть не тяжело. Глупая ты зернышко, рассмешила меня на старости лет. Зернышко подпрыгнуло и увидела старого черного буйвола. Он был очень крупным, с огромными рогами. Буйвол медленно прел по тропинке. Я думаю, этот буйвол не тяжелее меня, с достоинством, сказала зерно. Не тяжелее тебя? Еще сильнее, прыснула земля и даже закачалась от смеха. Ах ты глупый мой малыш! Что ты так расхохоталась? Воскликнул буйвол с удивлением, глядя прямо на землю. Прекрати качаться, а то я сейчас упаду. Я смеюсь над одним маленьким зернышком. Оно решило выяснить, кто из вас тяжелее. Ты или оно? Что? Изумился буйвол. Где это зернышко? Я хочу на него посмотреть. Да вот лежит на тропинке. Буйвол повернул голову, вытянул толстую шею и стал искать глазами это маленькое зернышко. Где ты, зернышко? Промычал он, наконец, водя носом по земле. Здесь я, ответила ему зерно тонким голоском, тоньше комариного писка. Неужели ты меня не видишь? Буйвол повел глазами в ту сторону, откуда раздавался писк, но ничего не увидел и тяжело вздохнул. Зерно покатилось по земле, подхваченное его дыханием, и упало в маленькое отверстие, вырытое муравьями. Скатившись вниз по тоненькому муравьиному ходику, оно притихло и подумало. Хорошо, что подул сильный ветер и отнес меня в другую сторону, а то бы я рассердилась и стукнула буйвола. Вот было бы смеха, если бы этот тяжелый надутый буйвол покатился кубарем по самой большой дороге. Ну что, мои маленькие друзья, вот и сказочке конец, а кто слушал, тот молодец. А сейчас садитесь поудобней, мы с вами будем смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра, и завтра у меня для вас будет новая сказочная история. Спокойной ночи, пока!